Ура! Принеси бы борща! Не, ну это хуй... Всем привет! Новый день, новая серия. У нас сегодня была ночь вот в таком чудесном домике в Сьерра Леоне. Где-то посреди джунглей. Вот здесь вот мангровые заросли. Вот здесь вот горы. Вот здесь вот джунгли. Тут рядом в 50 метрах от нас океан шумит. Значит, вот такой вот домик. Заходишь в дверь... А тут аборигены. А тут аборигены, да. Маленький номерок, маленький домик. Кровати две стоит. Вот такая вот ванная комната, где Игорь как раз принимает процедуры. Маску накладывается. Привет всем! Вот здесь душ. Вода такая холодная. Вот такая крыша из циновки. 35 долларов за человека стоит. То есть, 70 долларов. 70 долларов за ночь. Вот здесь уже сразу я прошел 50 метров. Вот здесь сразу выход к океану. Небольшая лагуна, где можно покупаться. Либо, либо. Вот можно взять лодочку и на ней уйти вот сюда. Пройти на ней 300 метров. И там будет уже океан и прибой. Вот здесь, по идее, лагуна. Сейчас отлив. Вот видите, по мокрому песку видно, докуда прилив. Вот. То есть, вчера мы приехали, вот до сюда была вода примерно. Вот здесь сразу шезлонги и ресторанчик. Вода прозрачная, песок мягкий-мягкий такой. Он прямо скрипит. Вот сейчас на пляж сплаваем, я вам покажу. Вода прозрачная. Вода прозрачная. время завтрака вот такие потрясающие у нас блинчики оладушки с фруктами слова как ты еще даже не пробовал не очень принесли бы борща пельменей бомбушку большой белый человек большой белый человек сказал мотор включил мотор ты же сказал ты нас отвезешь словно как тебе романтическая прогулка в лодке чувствуешь себя в венеции для этого надо чтобы чтобы играть чувство себя кандальером запел спой нам что-нибудь свой не не умею пить ребят крабы разбегаются очень да смотри носятся вчера крат двух человек укусил за ногу смотрите какой крафт поймал что ли да не кусается кусается не больно красавчики вообще вот такой кусается не больно нормально вот мы вышли на берег вон наш отель сейчас отлив вода низкая и вот за этим мысом сразу же океан сьерра леона известны тем что в советское время компания аэрофлот два рейса в неделю возилась сюда крупных партийных деятелей но вот такой прекрасный пляж бесконечный туда туда но прикол найти в чем послушать этот звук слушайте ребята он такой мелкий он как снег он скрипучий скрипит так пока мы купались на море вода ушла еще больше крабики все еще здесь упали тоже пешком как игоря ночь не охота грести начинается экскурсия водопадом сьерра леона вот видите насколько вода ушла уже на метра два с половиной ушла вода что мы выкатили лодку сейчас не залезем и погребем к водопадам слушайте апперсинально получается ты кануэ не занимался нет кануэ не занимался мы в панаме плавал потери нахуй ты к индейцам не ездил к индейцам не ездил блин ночевал в катере я же рассказывал а ты на мою не хочешь снимать да нет ты просто подержать я взял да он тебя красавчик я и чтобы у тебя было подписчика больше вот так вот ребята видите меня заставляют более старшие блогеры снимать из-за этого у меня ролики короткие выходит сделай красивые кадры да мне кажется очень красивые получаются работающий горек и бакивающий медвежа разноцветных ай чё случилось дай айфон уронил грязного и воду какой вот так вот растут устрицы на атлантике в мангоровых зарослях сьерра-леоне они тут нафиг никому не нужны никто их не собирает ничего их не с ними не делает ну что ребят вот так полчаса работа с насосом теперь я работаю буксиром просто для того чтобы мои друзья увидели вот следующие красоты я совершенно не понимаю какие пока водопад водопада я не понимаю видимо водопад будет вот такой нет вот видишь камни дальше будет водопад я думаю да я думаю так так десантировались идем вперед по илу по песочку так пересекаем еще один ручеек и заходим водопады что-то купаться падешь не пойдем посидим вот так же давай давай вот так вот сейчас мы будем наслаждаться водопадом отдыхать все покупались в водопаде вот здесь посидели я вот ел вот здесь вот если видите такое креслице есть вот там вот сава валяется вон игорь купается ну что игорь расскажи как впечатление мне все нравится я покупаюсь в водопаде вот ныряю люблю нырять хотя тех кто не знает тем кто не знает эта река называется река номер два вот такая вот река сьерра леона ну чё парни как водопадник водопадник конечно говно как водопадник вот пороги классные я считаю совершенно не напрасно мы сюда поехали конечно за исключением как искусств очень хорошие но у нас нужно нам сделать либерийские визы вот тут могли их про а не попробуй игорь обгорел на солнце не страшно него у нас же есть опыт уже побудки мы желаем что такое побудка побудка границы побудка пограничных постов а ты можно объясни зачем на либерийской визы а мы хотим проехать через либери в ход дэвуар а зачем можем проехать через гвинею тоже гвинеи дороги говно а в либерии сказали что лучше тот австрал которого мы встретили сурсов хороший да только ты услышал часть того что и миша сказал австрал мать же сказал что есть там 150 километров 50 камер в дороге это австрал сказал так 150 километров которые типа тех которые 180 мы ехали по грунтовке по такой херне не подпишусь больше и австрал сказал что он ехал на маршрутном такси больше 10 часов так что так что там вряд ли 50 километров потому что экскурсия тоже стоило 15000 потом оказалось 50 так что да так что перевод это надо 50 человека да сейчас просил что нет я с ним когда разговаривал просто сначала скале 15 50 разделить на 7 это получается по 7 долларов до 7 долларов ну да ну чё как гребет конечно да не нормально слушай а сколько стоит мои услуги как насоса они включены уже стоимость экскурсии называется хочешь жить черпай вот так вот наша лодка выглядит изнутри и таких фонтальчиков много поэтому мы спасаемся ведром ведь главное не то что лодка течет главное что мы учеркываем быстрее чем она наполняется правильно может почти рядом у нас ведь проблему бильдить Рома, уберись, 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 уберись. Кого? Давай тряпочку мне скорее. Да ты гни. Заткни хоть с ним. Да тряпочку у Мирослава. Ну что, покажи, какую ты купил доску. Я не купил, мне подарили. Подарили? Реально подарили. Классно. Я считаю, это лучший сувенир. Что написано? Я дословно не переводил, но я так понимаю, что заботливый муж и трудолюбивую жену. Заслуживает. Заботливый муж, заслуживает трудолюбивую жену. Трудолюбивую это так, по-русски. Ну, хардвокинг. Хардвокинг это тяжелое работать. Да. Здесь, значит, у нас сушится все, что купалось. Ребята, а у нас Светогор-то умеет плавать? Симбат, мореход. Мираторг, давай плыви. Мираторг, плыви, ебди. Ты черпаешь только. Всядь вперед, Валенька. Так, тебя там захлестывает. Тону. Мираторг, ты куда, братан? Ты туда захлестывает. Миш, что-то Славу не будешь брать? Буду, я разворачиваю. А, там просто Слава стучит это. Слава, это не такая... Садись вверх, он не в такие весла. Слава, это не такая весла. Вот, ты меня... Слава, это вообще... Слава, это весело just a little. Слава, это весело, что-то так... ХА-А-А-А-А-А-А-А! ХА-А-А-А-А-А! ХА-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А! ХА-А-А-А-А-А-А! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон